Александра Громова, подходы к лечению подагра у пациентов с коморбитной патологией. Пожалуйста, 20 минут. Глубок, уважаемые коллеги. Владимир Викторович Аксона Андреевна, спасибо большое за представление. Сейчас я жду, должен появиться мой доклад. Так, пока только... Пролистываю на начало, просто кто-то вмешивался в открытие слайда. Спасибо большое. Да, я прошу никого из лекторов не использовать раздел файлов и не запускать презентацию. Спасибо. Пока, да, мы остались на первом. Спасибо большое. Спасибо. 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 «Скорбук ТВ» «Всёклук ТВ» «Всёклук ТВ» «Всёклук ТВ» информацию о всех возможных фармакологических и тегенологических факторов, которые влияют на витролитинию. Начинаем с лечения мы с аллопуринола. И по следующему я расскажу, как правильно будем ее базировать. И при этом мы контролируем уровни мочевой кислоты. При этом это проводится не реже, двух раз в год. И если это с анамнезом, то мы можем уже рассматривать и возможность комбинированной терапии. Это наш отечественный российский консенсус. То есть тоже мы видим у нас по международному консенсусу и опять, то же самое. Рассматриваем уровень, самый важный, начальный уровень мочевой кислоты. Если он больше 7 мг на 100 литра, то есть вот 13 микромоль на литр, обязательно важен один из следующих критерий. Если подогреться в картофель, имеется ли топов или мочекаменная болезнь. Задача зависимости от этого мы видим распределение по уровню мочевой кислоты. Добавляется на это коморбидное состояние, и дальше мы, в зависимости от этого повышения, обсуждаем назначение урад-снижающей терапии. Но при этом всегда проводится мониторирование лабораторных показателей и всегда модификация образа жизни. Также ревматологи у нас советуют лечить. Представлены последние рекомендации, вот за последнее время, которые наследуют. СУАР – это Европейская ассоциация ревматологов, Британская в 2017 год, Ассоциация ревматологов России в 2018 год, Французское общество ревматологов в 2020 год и Американская коллегия ревматологов в 2020 год. Так мы лечим острый путь под адрой или обострение на стадии интермиссирующего течения или это хронический суставной синдром. У нас присутствуют основные препараты. Кофтицин, нестероидные противооспалительные или портистероиды, которые вводятся или в эроральную, или внутрисуставную, или внутримышленную. В комбинированную терапию мы рекомендуем пациентам только с тяжелой полиратикулярной подагрой, когда мы назначаем или кофтицин плюс НКВП, или кофтицин плюс портистероид. Если у пациента частные приступы на острове подагрительского артрисы, если есть наличие противовоспазаний или уже была неэффективность, или плохая переносимость применения кофтицина, тогда, конечно, мы будем комбинировать и стероидные противооспалительные препараты и портистероид. При этом, опять же, если есть непереносимость, неэффективность, можно использовать блокадрентролитин-1 или адренокортистероидный гормон. Что же говорить про профилактическую стадию? Если у больного существует обострение суставного синдрома при подагре, как и у нас, в случае у нашего пациента, то следует проводить сначала с низких долг профистилина до полного купирования из-за портрита, и низких долг устроен противооспалительных препаратов первые 3-6 месяцев, раз нужна из-за терапии. То есть это дальше будет вопрос, второго мы поговорим, как правильно будет назначать инициацию именно первого приема аллахренола или терапии, с чего мы будем начнуть наше лечение или продолжать его. Но терапию нужно назначить на длительное время именно эту профилактическую терапию. Основные препараты, которые у нас являются корректорами гиперуретимии, это ингредитор профилактические терапии, с ним у нас такой антикалокуринол и кинускостат. К сожалению, двух других групп урикозерических препаратов, как генетит, бензобромарон или зимурада и тиглоэтиказа, в России у нас нет, поэтому про них вопрос с вами не говорим. Переходим к вопросу на лечение. Здесь симптомная гиперуретимия. Все, все рекомендации ремотолога, которые существуют, из-за того, что урасснижающая терапия не рассматривается, не назначается, если нет ни одного приступа подагра и нет сопоста. Если у нас бессимптомная гиперуретимия, ни одного приступа, нет сопоста, но есть мочекаменная болезнь, тогда мы только при верификации диагноза будем назначать урасснижающую терапию или сразу после первого приступа артрита будет назначаться урасснижающая терапия. Здесь у нас подагра с нормальной функцией почек. По препаратам выбора, всегда первой линии идет аллопуринол. Если у нас преподагра с космизной функцией почек, то мы выбираем уже в зависимости от формы глубочной фильтрации, и будут ассоциации уже фронтозы, и, говоря, все-таки делятся, когда мы принимаем аллопуринол, когда у нас появляется фибуккостатка. Показания для назначения фибуккостата. Это препарат второго ряда при невозможности достижения целевых сношений на кислоты на максимально переносимых дозах аллопуринола при непереносимых аллопуринола и зависимость от формы глубочной фильтрации. У нас мы видим, что подагра от размножения функции почек, ну, в американских ассоциациях рематологов все-таки не указывается. Что же мы можем сказать по поводу назначения приорху на пустыке подагра? Раньше всегда пробу было нельзя, и говорили о том, что нужно дождаться, пока артрит будет полностью оккупирована. Но к 2020 году мы видим, что у нас уже условно рекомендуется совершенно новое. Мы говорим, что, если, например, британцы говорят, нет, вредите фибу, все оккупирование мы не делаем. Да, мы начинаем, если сдаст эти принципы, и вопрос нужно обсуждать, и не нужно дожидаться ремесии. То есть это оснащивается с эффектом того, что назначается профилактическое лечение до 6 месяцев. Аккуратно, не знаю, фиксиопию можно инвестировать даже во время приступа. Это как раз. Рассматриваем алопы, но мы принимаем сначальную дозу, с которой мы стартуем, это всегда 100 мг. Мы начинаем один раз в сутки до достижения целевого уровня. Целевой уровень и только 360 микромоль на литр. Мы говорим, что если это золая подагра, это 300 микромоль на литр. Целевую дозу от 100 до 800 каждые 2-4 недели. И вот через неделю, по очередной, когда у нас снова происходит коррекция дозы, мы контролируем все у нас с точностью. Разовая доза 300 мг, суточная доза максимальная, это 800 мг. При этом мы понимаем, что при обострении принципа мы можем добавлять НКВП или КОВКИ-С, можем уменьшать дозу ровно наполовину, но не отменять препарат. То есть если больной у нас уже хронический подагрой, он принимал в алопыринок, то не нужно ему отменять эту терапию. Он продолжает ее принимать дальше, просто снижает ее дозу ровно наполовину. Поэтому мы знаем, что это долгостотная перспектива, содержание уровня у человека, ниже 180 микромоль на литр не рекомендуется. Также мы начинаем назначать стартовую дозу. Это будет зависеть от того, что хочет. Мы увидим, что если у нас все стараются скорость в области декорации, то это у нас ежедневный прием зависимых как это и это и тревогица, потом меняется на каждые 2 дня, 2 раза в неделю или вообще 1 раз в неделю. Но уже я говорила об этом, что самой частой причиной, которая имеет целую принуду невозможность достичь целевых уровней скорости споты. Также побочные эффекты это тяжелые реакции с повышенной видом эффективности вплоть до социального исхода или повышенные риски нежелательных эффектов. Поэтому желательной целью является разработка альтернативного эффективного способа для того, чтобы снижать уровень скорости споты в страде. здесь у нас есть следующая атом второй линии мы говорим о снижении споты мы уже говорим что селективно он ведет пациент споты это не кориновое соединение и он инвигирует соответственно восстановленную форму его преимущество что он выводит не только почками но и детями что еще нам дает плюс копилка социум не требуют страты ни к пожилым людям ни к пациентам с умеренной медицинской недостаточности ни к пациентам с умеренной нарушение не собственной почки при этом опять мы требуем страты или коррекции какой-то дозы если больной принимает форфисин на демоксин на процен гидрохлорфеозид гидрохлорфеозид или врахарет то это возможно на фоне приема суббоксостата и так у больной у нас например было уже сезон нападения хронической болезни почки хотел бы сказать исследование в количестве то изменение скорости гидрохлорфеозид и уровень северночной мусилой сплоты после 12 месяцев влечения суббоксостата выведет что все было 30-30% до изначальной суббоксостата или показанной скорости гидрохлорфеозид по 2 уровня мусилой сплоты который у нас снизился на фоне приема суббоксостата через 12 месяцев хотел обратить внимание что в следующей оси мы смотрим что это исходная скорость губоксостата больше 30 мл в минуту они не подтвердили идеализм терапии и у нас также происходит снижение уровня мочевой кислоты и скорость губоксостата на таком же уровне и у нас есть пациент у которого была исходная скорость губоксостата меньше 30 мл в минуту которые тоже не подтвердили в диагнозе терапии но мы видим что у нас увеличилась скорость губоксостата это не много но это соответственно для этих пациентов а также уровень мочевой кислоты который снизился на фоне лечения губоксостата что мы знаем то конечно же у нас есть ограничения по его использованию и у нас на лекаре в котором было проведено исследование было принято решение о том что лечение с химической болезнью сердца у больных висходя с этой висходной недостаточностью применения губоксостата не рекомендуется но я бы хотела привести еще одну последнюю исследование по долгосрочной сердечно-сосудистой безопасности губоксостата по сравнению с аллополинолом и пациентов с подагой это исследование в факте мы видим опять же количество пациентов которое было исследовано это огромное число плюс медиано наблюдение и оценивается пациенты которые были в соответствии в соответствии заболевания первичной точке была специализация по поводу нестратального антарксоминокарда или правительный маркера КС или нестратального НМК смерти мы оцениваем что первичная конечная точка не уступает аллополинолу сколько пациентов умерло на самом деле приема и одно или несколько приемных желательно появления получается что первичная конечная точка вытянется его применение не связано с повышенным близким смерти и связано с явлением по сравнению с аллополинолом если мы меняем аллополинол на базировки например аллополинол на 120 понятно что у нас увеличивается и если мы меняем аллополинол опять 120 на 300 то мы можем увидеть что аллополинол при замене аллополинол настолько Только 15% достигли нормы того уровня, который требовалось. Если вы меняли аллопуленов на фигу проста, то это 24%. Что я хочу еще сказать? Если подробно, если на диагностированный инсистент получал теплевые, то гидридные биоретики, то нужно их заменить на другие мутизионные препараты. Это напомнить, что разрешенная рекомендованная доза по гидрофортовиду, это 12,5 мм, которые прописаны на симуляции. Что еще хочу сказать по поводу лечения артериальной гипертензии, что следует применять лазертам или блокатор кальциевых каналов. Лазертам отдельно, что это из классов, это только, действительно, паразит-перпарат. И при гидролепидении мы назначаем статина и теноксидрат. По поводу антиагрегантов. Известно, что терапия с высокими дозами отсутствует частоты. Это фактор, который способствует увеличению гидролепидии, из-за снижения специи урата кальциевыми, но, как действие, влияние отсутствует частоты в миске тоже. И по последнему исследованию, когда проводилась двойная антитрамбоксидратная терапия, отсутствует частоты в миске дозы плюс гидрололом, значит, да, повышение уровня мискидратной терапии проводилось в течение 30-90 дней, и при этом не наблюдалось изменения уровня мискидратной терапии, на низком дозе от кислоте и кислоте до грели. Допустим, практически переделываем демислайд, мы говорим о том, что про проблемы с полицейским демидролом, а также при кислоте до грели, только у нас есть пациенты, у которых отбесленные сердечно-сосудистые кислоты, все, видим низкий доза от кислоте повышается, высокие дозы снижают. И когда его увеличивает, то это демидрол снижает. Это блокадер увеличивает уровень мискидратной терапии, если мы говорим про индиидитера АБМ или АБМ, ну, они у нас как-то не оформлены, но лазертан, не классный эффект, снижает уровень мискидратной терапии, тюре, эффективные или чазидовые повышают уровень, амлодифирные, практически не так, альфоблокаторы, тенокибраты снижают, аторвостокин снижают, тенокибратные, тенокибратные препараты, также снижают уровень мискидратной терапии. Что хочется сказать о заключении, о том, что международный подход к движению пациентов когда происходит с кислотой, всегда происходит с максимальным, если у нас при этом основным ориентиром служит, конечно же, наиболее тяжелое мордитное состояние. Губы препаратов всегда используются на основе тщательного анализа всех возможных рисков, при этом узнаемые у всех патриотеи, и такой подход позволяет минимальным рискам дать контроль на депривание. Конечно же, каждый алгоритм индивидуален для которых сцентруют свои особенности для выбора терапии, но надеемся, что это будет успешно для каждой терапии, чтобы подобраться в виде депривания на правильный патриотеи. Благодарю за внимание.